Если мы говорим о погоде, то градус постепенно повышается. А вот если мы говорим о росте экономики, то согласно прогнозам Министерства финансов, рост экономики будет не таким уж и высоким. По крайней мере, если сравнивать свежий прогноз, который говорит о том, что в текущем году рост составит 2%, и в следующем году 3%, с осенним прогнозом, который утверждал в свое время в прошлом году, что в текущем году рост экономики составит 2,6%, и в следующем году 3,4%. Об этой разнице и об экономическом росте Эстонии в целом мы сегодня будем говорить в нашей студии с министром финансов Свеном Сестером. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Понижение прогноза с чем связано? Мы должны сравнивать сравнительные. Если мы говорим реально рост экономики, то мы видим, что в прошлый год был 1,1%, рост экономики в этом году 2%, и в 2017 году 3%. Значит, реально есть рост. Если мы сравниваем прогнозы, то мы видим, что в прошлой осень мы прогнозировали, в принципе, больше. Мы прогнозировали в этом году 2,6%, а реально только 2%. И причина в том, что Эстония маленькая страна с открытой экономикой. Мы довольно много зависим не только от внутреннего потребления, но в том числе, как пойдет насчет наших партнеров, то есть наших партнеров по экспорту, Финляндия, Латвия, Швеция, в том числе и Россия. И мы видим, что ожидания, которые были в 2015 году, не поступили в реальной жизни в таком уровне, как мы ожидали. То же самое Финляндия, который в прошлом году был, его рост был реально минус. То есть наши товары не поступили, их рынок в таком уровне. И это значит того, что ожидания, которые реально были в 2014 году на 2015 год, не стали в таком уровне. И реально то, что каждое время, когда ты делаешь прогноз, чем ближе ты к конкретному году, тем точнее ты знаешь. И самые точные цифры ты получаешь, когда год уже прошлый. Поэтому мы можем сегодня сказать, что в 2015 год рост экономики у нас в Эстонии был 1,1%. Это реальность. Если мы говорим об экспорте, то в прошлом году он упал на 4%, однако, согласно прогнозу, он поднимется на 1,6% в этом году. И на 3,8% уже в следующем. Откуда такой оптимизм? Прогнозы не делают только аналитики Минфина. В том числе мы берем самые лучшие знания от Еврокомиссии, от Международного валютного фонда, от ОССД и так далее. Другие институции, которые делают также прогнозы, связанные с нашими партнерами. И так как положение наших партнеров может ухудшить нашу ситуацию по экспорту, также он может повлиять в позитивном виде. И мы видим, в принципе, того, что как раз наши партнеры в Финляндии, показывая прошлый год минус, в этом году уже 0,4% экономика будет расти. Не надо забывать, что мы в Эстонии говорим насчет 2%. Россия, которая в прошлый год имела 3,7% минуса, и в этом году это же еще имеет 1,7% минуса, то в 2017 году уже 0,6% плюс. Маленький плюс, но все-таки плюс. Это значит того, что вероятность и показывает, в том числе и эти торговые контракты, которые между компаниями, которые числятся также в статистике, уже показывают того, что в принципе экспорт поднимается. И учитывая то, что многое зависимо от экспорта, реально наша экономика довольно открытая, скажем, в сравнении с Латвией, где тоже открытый бизнес, но не в таком уровне, как в Эстонии. Это значит того, что если у наших партнеров хорошо, и у нас будет хорошо. Надо вспомнить того, что 2015 год, конечно, основной наша экономика подняла внутреннее потребление довольно сильно. И мы сейчас как раз ожидаем того, что наши зарплаты не будут повышаться в таком уровне, как, скажем, в 2015. Кстати, наши зарплаты в 2015 году повышали 6%. Это ситуация, когда была перед Пумом в 2007 году. Это нереально каждый год, чтобы такие зарплаты сразу поднялись. Если зарплаты в таком уровне не поднимаются, это значит того, что прибыли у предприятий не могут быть большими, потому что они платят эти зарплаты от прибыли. Если прибыли не в таком уровне, это значит того, что не могут делать разных инвестиций. Так что если ты не делаешь таких инвестиций, твоя способность экспортировать не в таком уровне. Так что много разных индикаций, которые именно связаны. Но мы видим довольно позитивно все-таки и в этот год, и уже в 2017. Но рост реальной заработной платы, судя по этому прогнозу, он понизится в этом году 4,5%, в следующем году 2%. Если сравнивать с предыдущим годом, то 6%. То есть здесь тенденция негативная. Да, и как раз когда мы видим, что давление на заплаты будет ниже. Потому что у предприятий нет столько средств так резко поднимать заплату. Это значит того, что вероятность больше делать инвестиции на разные внутренние средства, которые предприятиям понадобятся, они станут лучше. И это значит, что конкурентоспособность станет лучше. Потому что чем больше ты инвестируешь на товары, на предпринимательство, тем больше у тебя вероятность экспортировать свои товары. Значит прогноз показывает того, что хоть он больше пессимистический, чем он был осенний. Но он показывает, что рост экономики в течение годов будет идти все-таки вверх. И это очень довольно важная индикация. Вы сказали, что ситуация в Эстонии сильно зависит от того, как будет развиваться вообще экономическая ситуация у наших соседей. И назвали в том числе Россией. Но известно, что в связи с санкциями с Россией у нас экспорт теперь не очень хорошо идет. Можно сказать, вообще не идет. Как вы это прокомментируете? Остается ли Россия нашим партнером экономическим? Он остается партнером. Но его влияние на эстонскую экономику стало меньше и меньше. В прошлый год мы потеряли отношения в экспорте почти 30%. В сегодняшний день, если мы смотрим только товары, эстонские товары, которые производятся здесь и пойдут в эстонский рынок, Россия в десятом месте по экспорту разных, сравнивая других государств. Если мы берем дополнительно реэкспорт, то есть товары, которые проходят через Россию куда-то еще дополнительно дальше, то Россия в четвертом месте. Так что его влияние меньше стало, но, конечно, он имеет все-таки довольно, пока еще, почти 7% от экспорта. Все-таки довольно высокий. Я не про экономический прогноз спрошу. 880 компаний, которые попали в Панамский архив эстонский. Да, известно, что налоговая служба Британии попросила документы, чтобы начать расследование. Французское министерство финансов попросило документы, чтобы начать расследование. Эстонское министерство финансов заинтересовано ли в том, чтобы получить эти бумаги, чтобы начать расследование? Наш департамент налогов четко высказал, что если будет конкретная информация по конкретным каким-то данным, то он начинает расследование. Пока сегодняшний день информация все-таки в слишком свежем уровне. И если есть информация, он готов работать. И в том числе он отправил, по-моему, вчера открытую информацию для предпринимателей, что было бы желательно, если предприниматели сами пришли к департаменту и высказали свои мнения по поводу Панама. Так что в этом смысле налоговый департамент, который именно связан с такими вопросами, он держит этот вопрос в этом смысле активным, что если будет какая-то новая информация, он будет расследовать. Потому что наша общая цель не только в Эстонии, а во всей Европе именно в том, чтобы трудно было бы не платить налогов, трудно было бы и легко было бы платить налогов. Это значит, что разные платформы, связанные с технологией, делали бы возможность платить налогов легче. И разное законодательство делало бы труднее, чтобы у тебя не было бы возможности идти именно в государство, где есть возможность прятать свои прибыли. Панама Гейт, а также рост экономики Эстонии Мы обсудили сегодня с министром финансовым Свеном Сестером Спасибо огромное, что пришли к нам в студию Ну а сейчас в эфире Кофе Плюс наступило время для культурных новостей А также социальных мероприятий, которые в ближайшее время состоятся у нас в стране